Итак, бой, который закрывает Прелимы, и весьма интересный, я в очередной раз в году говорю, это бой. Кори Андерсон, Джонни Уокер, полутяжа, собственно, очередной бой Джонни Уокера, за которым все очень пристально следят. Крайне интересный, крайне зрелищный проспект, который привлекает к себе все взгляды. 17-3 рекорд, ему 27 лет, и я напомню, да, что он попал через бразильский, да, на White Contender Series, где, в отличие от большинства своих боев, он бой все-таки довел до решения, встречался также с бывшим бойцом UFC Луисом Энрике Досилова. Ну, достаточно жестко его бил, уверенно выиграл, борьбу, кстати, тоже использовал, когда немножко подустал. Ну, в UFC 3-0, все три нокауты, очень и очень быстро, Халила Раунд 3 нокаутировал буквально за 2 минуты, отличные жесткие локти, Джастина Лидета за 15 секунд, в крайне бою встречался с Мишей Циркуновой, Циркуновой, отличная просто летящая колена, ну, просто красота, 36 секунд, очередная победа нокаутом, таким образом в UFC 3-0, все три нокаута. Кори Андерсон, да, 12-4, 30 лет, боец, который, ну, достаточно много говорит, да, в плане своих амбиций, так скажем, но стоит заметить, что вот сейчас у него хороший стрик, 3 победы подряд с 2018 года, все победы, конечно, решением, Патрик Каминс, Тешейра и Латифи проиграли ему, вообще, да, ну, в первую очередь мы понимаем, что у него, его сильная сторона это борцовская техника, ну, один момент, да, который очень сильно бросается в глаза, это крепость его челюсти, я обращу внимание, что из всех его поражений только один, только одно поражение недосрочное, то есть три поражения нокаутами он получил, и даже вот это поражение против Маурисио Ро с плитом, там он тоже падал, как бы, и падал не один раз, в общем, здесь, конечно, фаворит Джонни Уокер, да, не сильно большой, но, тем не менее, 1,65 в среднем где-то, Кори Андерсон 2,35, Андрюх, я думаю, что, ну, абсолютно банальный, логичный вопрос, да, сможет ли Джонни Уокер попасть за три раунда по Кори Андерсону, ты как думаешь? Знаешь, это очень такой зыбкий бой и сложный, потому что при всей моей нелюбви к Кори Андерсону, это просто ужасный, отвратительный боец, который весьма такого, скажем так, бриллиантового мнения о себе, как будто он там не боец, который эпично падает в нокаут, а, блядь, золотой пизды, хрустальный вентилятор какой-то, я не знаю, как его с хорошей стороны характеризовать по-человечески, Но при этом он, с точки зрения техники, наверное, один из самых лучших полутяжеловесов, он высокий, у него отличное кардио, у него прекрасная борьба и при этом отличная ударная техника, у него, по сути, слабых сторон нет, слабая сторона у него только одна, это его голова, со всех сторон причем, это начинает умение держать удары, заканчивая тем, что он извергает от своего рта В остальном, это весьма крепкий, укомплектованный боец, без каких-либо слабых сторон в технике, и поэтому для Джонни Уокера это будет действительно настоящий тест, первый настоящий тест UFC, потому что, как бы мы не хотели, скажем так, впечатлиться его тремя вот этими нокаутами, его соперники, к сожалению, ничего просто не успели показать Насколько он готов, насколько он подготовлен сейчас к таким парням, как Кори Андерсон, мы до сих пор сказать не можем, и поэтому бой этот остается темной лошадкой Конечно же, конечно же, блять, я буду желать, чтобы Джонни Уокер опять там его шлепнул за 17 секунд, как он это обычно делает, но при этом я не хочу умолять достижение его соперника, и если он навяжет ему тяжелый бой, или сможет даже выиграть, ничего особо удивительного тут не будет Но опять же, повторюсь, надеюсь, Уокер его шлепнет, это мое окончательное мнение по этому бою Да, Андрюха, в очередной раз спорить мне с тобой абсолютно не хочется, естественно, буду здесь болеть за Уокера, но определенно мы понимаем, что может ему Андерсон доставить проблемы Ну, и опять же, я бы ни в коем случае вообще с точки зрения составок этот бой не рассматривал, здесь может быть что угодно, реально, Андерсон может с помощью борьбы забрать этот бой, забрать решение Ну, а также любой момент может пропустить, все очень очевидно, как мне кажется, стоит просто посмотреть этот бой Перейдем дальше, здесь наконец-то у нас уже начинается мейн-карт Кевин Ли, Грегор Гелеспи, опять же, очень такой интригующий бой Кевин Ли, рекорд на данный момент имеет уже 17-5, ему 27 лет, то есть такой еще достаточно молодой боец, но тем не менее, уже весьма опытный Я напомню, да, что перед своим предыдущим боем, вообще до этого он преимущественно выступал в категории 155, он решил все-таки подняться, ну, реально, как бы, тяжело ему было гонять постоянно Поднялся в 170, встретился с Рафаэлем Дусанецом Очередное поражение, опять очень сильно устал, и очередное поражение, он решил, собственно, вернуться в 155 снова И встречать его здесь будет, его возвращение, Грегор Гелеспи Очень интересный проспект, многообещающий, 13-0, ему сейчас 32 года И в UFC он уступает с 2016 года, 6 боев, 6 побед, только один соперник его дожил до решения, это Гласио Франко Но, опять же, Гласио Франко, он вообще очень неплохой боец, реально недооцененный Отлично сейчас выступает во второстепенных промоушенах Ну и после Гласио Франко, как я и сказал, 5 побед подряд Эндрю Холбрук, Джейсон Гонсале, Джордан Риналди, Вин Спичел в крайнем бою встречался с Ян Семидересом И во втором раунде в партере забил его буквально там на последней секунде Смотрим на коэффициент Грегор Гелеспи идет фаворитом Ну, собственно, традиционным уже для этого турнира фаворитом, таким не очень большим За 1,63 в среднем Кевин Ли 2,4 Андрюх, ну, что, собственно, думаешь по возвращению Кевина Ли в Весту в свою старую категорию Успешно будет или все-таки не по силам пройти проспект? Знаешь, в принципе, тут можно копировать, ставить то, что я говорил по предыдущему поединку В принципе, здесь мы имеем похожую ситуацию Кевин Ли, по сути, хороший, укомплектованный боец С нормальной, вполне стойкой С отличной физической формой Хорошей борьбой Ну, правда, кардио в последнее время вызывает его вопросы Но в остальном это вполне укомплектованный боец Который, к сожалению, несет чушь И поэтому таких нелюбителей у него больше, чем реальных преданных фанатов Что касается Грегора Гелеспи Блядь, ну, конечно, мы можем больше сказать о нем, чем по Джонни Уолкеру Это однозначно один из самых впечатляющих проспектов в легком весе Его борьба, его напор просто неудержимый И то, как он просто сминает своих соперников Это достойно и это очень впечатляюще выглядит Плюс ко всему он подтягивает свою ударную технику И сложно сказать, вот в чем реально он уступает Кевин Ли сейчас Да, наверное, ни в чем И однозначно, думаю, будет превосходить в кардио Кевин Ли, конечно, это серьезный скачок в оппозиции Но, реально, мне особо нечего сказать в его пользу Потому что он, скорее всего, и в скорости будет уступать И в умении держать удар И в борьбе Ну, я вижу Гелеспи просто более сильным бойцом Вот и все, даже на сегодняшний день Даже учитывая, что у Ли больше опыта На противостоянии с топовыми бойцами Я думаю, что Гелеспи выиграет этот бой Ну, опять же, Андрюх, по этому бою я с тобой спорить не буду Может быть, по следующему, но поэтому нет Здесь, я думаю, что Грегор Гелеспи, скорее всего, выиграет Это реально очень интересный проспект Собственно, ну, особо, я думаю, не очень